Всем привет, дорогие друзья! С вами Элджи. Как вы знаете, был такой, скажем, аппарат космический, который планировалось запустить на Фобос. Фобос грунтом он назывался. И он хряпнулся где-то в Тихом океане. Короче говоря, кучу бабок Роскосмос отдал хрен знает кому. Так, я сейчас нахожусь на Фобосе. И мы давайте с вами попробуем подумать и поэкспериментировать, что же все-таки произошло бы, если бы Фобос грунт долетел. И что здесь произошло бы? Я буду в качестве Фобос грунта, ну как бы я человек, который в нем полетел, допустим. И давайте попробуем что-нибудь здесь соорудить. Ну да, для начала, конечно же, необходимо развернуть жилые модули всякие. Так, давайте для красоты эту ракету поставим. Типа, на которой мы прилетели. Но это обязательно просто. Красота-то должна быть всегда везде. Так. USA как-то не патриотично. Так, давайте лучше поставим восьмого уровня. Во, она безо всяких знаков отлична. Так. А что, теперь вот у нас есть ракета. Да, это слишком большая. На такой я не мог прилететь. Что за глупость? Ракета седьмого уровня. Ракета с пятого уровня, допустим, поставим. О, вон наша ракета, да? О, союз. О, отлично. Вот ее и оставим. Союз прекрасный, патриотичный. Итак. Давайте попробуем построить что-нибудь здесь такое красивенькое. У меня здесь есть некоторые блоки. Арму, бункер типа мод, да? Так, давайте, значит, возьмем... какую-нибудь здесь... Я не знаю даже поверхность. Плоксис красивый, мне вот этот нравится очень. Вот этот нравится. И кирпич-кирпич не нужен. И давайте сейчас возьмем что-нибудь еще из... обычного ванильного билдкрафта. Давайте возьмем какую-нибудь, скажем... Так, давайте возьмем гугл-ампу обязательно. И... Все нам необходимо взять что-нибудь такое половинные ступеньки. Так, и... Что-то еще я хотел взять, собственно. Только забыл. Так. А, ну, в принципе, да. Что, в принципе, еще-то? В принципе, еще я хотел алюминиевый блок, естественно, взять. То, что все это дело должно быть обязательно в алюминии. Так, давайте построим. Естественно, для начала всегда бурят большие глубокие скважинки такие. И заливают их, как бы скажем, такими твердыми бетонными палками. Вот. Потом вокруг этого дела тоже вот так же делается. Заливается бетонными палками. Блоками, скажем. И делается такая вот, как бы, проходка. Вот здесь вот. И здесь то же самое, соответственно, делается. На некоторое количество блоков вниз мы делаем. Все реалистично. Все абсолютно. То есть, как в реальной жизни бы строили базу, так и я ее строю здесь. Так, это как бы мы строим основание. Несмотря на то, что почва, она в обусе довольно-таки каменистая. И это вовсе не необходимо. Тем не менее, правилами, так скажем, космоса, Роскосмоса, который я нас сюда отправил, это положено делать. Так, вот так, вот так. Серии будут коротенькими, потому что длинные это как бы неудобно. Во-первых, загружать неудобно. Во-вторых, они занимают очень много времени. Поэтому сегодня мы с вами построим только основу и каркас. Вот все. Все остальное будет в следующих сериях. Так, давайте соединим здесь. Соответственно, вот так, да? Так, так. Представим, что он там есть. Потому что что-то это я тормознул. Так. Ну вот у нас есть почти основа. Да? Так, есть основа. Красиво так и довольно получилось. Вот. И можно, в принципе, начинать ставить, скажем, на нее можно теперь уже ставить бетонные, бетонно-пылиэстеровые основы. Вот такие вот. Которые я сейчас ставлю. Красиво. Вот внутри, естественно, заливается тот же самый бетон. Красивый. Синий бетон. Вот. И здесь, соответственно, то же самое. Ставим блоки, блоки. И заливает это все красивым блоком. Так. Ну и теперь, соответственно, уже прокладываются алюминиевые балки. Как основа будущей космической базы. Так. Так вот. Мы как бы не играем сейчас, а моделируем, что было бы, если прилетел первый человек на Фобос. Так. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Да. Каркас мы сделали как бы. И основу. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был LG. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.